Привет! Я рада приветствовать тебя на моем канале. Это канал Эльгард, канал художника-дислексика. И сегодня будет архивное видео. Я вспомнила, что у меня есть летнее видео с Воронежа. И это архив будет с 15 июня 2015 года. Там у меня еще нет дред. Приятного просмотра, лета. Напишите мне в комментариях, нравится ли вам архивное видео. Стоит мне продолжать. Жажда жизни. Здесь были огромные тополя, их срубили. И вот пень дал росток, и снова дерево растет. А это часики наши. И они, кстати, идут правильно. Да? Да. Все, действительно, сколько вы тут. О, видишь, стрелочка пошла. Вижу, вижу. Могут быть листья вот такие. Да. Могут быть листья вот такие. Да. А могут быть листья вот такие. Да. Как ручка. Большой пальчик, а это вот ладошка. Интересно. А вот у нас их там круглые. Где кругленький? Вот он, круглый пальчик. А, а вот круглый. Нет, там... А, и вот круглый тоже. Вот он, почти круглый. Так что, дерево с разными вестями. Вот такие сосульки, и у него плоды. Это жасмин. Запах просто нереальный. Дурманищий. Такой приторный-приторный запах. Вот сирене запах мне больше нравится. Как настоящий сирень пахнет. Он нежнее этого сирене. Да, а вот жасмин он такой агрессивный, можно даже сказать. Цветочно-агрессивный запах. Просто его здесь много, но большой вкус. Заселелись с мамой, уже рассвет. И птицы поют просто чудесно. В Воронеже в маршрутках работают шумахеры просто. Вот тут, ааа, вот, да. Вот тут на креслах, да, вот есть язвы. Чтобы можно было пристегнуться, и тебя по всей маршрутке вот так вот не мотало. Кто? 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 А вот сейчас нет. Если вы хотите острых ощущений, приезжайте в Воронеж, чтобы никогда не ставить на транспорте. Привет! 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 Ну что, идем? Да, конечно. Адемка, ты у нас шикарный. Я так не привыкла. А ты знаешь, как они просто там и подглядывают. Это необычно. За вами следят. Вот раньше этот дом был полностью волосатый, но сейчас на него налепили какие-то конструкции. Этих волос очень мало видно из-за этих вот вытяжек. Но вообще, если подойти, кусок стены остался волосатым. Смотреть. Волосатый дом. Но раньше он весь был волосатый. И это очень смешно смотрелось. Будут огромные ноги великана, и он их не побрил. А сейчас вот он весь в таких вот каких-то непонятных конструкциях. Да, видно. Сейчас я вам покажу еще одну достопримечательность Воронежа. Это дом с собой. Какого он века? 18-го, по-моему, века, да? Но он очень старый. Какой домик? Это вообще домик из сказки. Где живут гномики? Это не жилой. Жилой. Вон антенна, смотри. Жилой. Господи, какой раритет. Стоит и ржавеет. Сейчас я вам покажу вид с правого берега на левый. А вот там, вот там вдалеке, Петровский корабль реконструированный. Гетто-предостинация, по-моему, он назывался. Это первый, как сказать, корабль Петра, который был построен в Воронеже из корабельных сосен. Здесь, похоже, правда, кто-то решил искупаться, снял звено, сбил. Ну вот в этой тени, конечно, не представляю людей, которые купаются вот в этом. Это очень грязная вода, очень грязная. И когда ее почистят, неизвестно. Она вся затухлая, замусоренная. Еще когда заливалось водохранилище, это же делалось все по срокам, по пятилеткам там каким-то. В общем, нужно было пить срок. И не успели убрать часть домов, которые были в этой низине. И там затоплены прямо дома целые стоят. Вот эти три дома специально строились, как три парусника. Ну вот, не знаю, напишите мне в комментариях, похоже это на три парусника или не похоже. По-моему, с трудом как-то. А вот тот дом задумывался, как корабль. Ну, тоже с трудом, по-моему, похоже на корабль. Но старались. А сейчас мы идем на Адмиралтейскую площадь. Во-ро-не-же. Тысяча семьсот. Это надо вести на пушке, на которой сейчас сижу. На которой ты сейчас греешься. Да, кстати, очень приятно сидеть на этой пушке. Она нагрелась, такая горяченькая, тепленькая. Тепленькая. На горячей сковороде? Горячь. Нет. Да, как на печке. Поднимай его. А вот у тебя наряду. И их здесь. Смотрите, сколько. Да, посчитаем. Тысяч, тыщ, 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 тыщ. Сетыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Из достоверных источников мне поступила информация, что здесь двадцать две пушки. Успенская церковь 17 века. Установленная, конечно же. Вы видите, там в центре солнышко, и они вообще-то, вот эти кресты, должны направлены быть строго на восток. Но я сомневаюсь, что они на восток направлены. Ну, может, в 17 веке там был восток. А теперь мы поднимаемся по улице, как она называется. Ул декабристов, 1989 год. Да. Сохранился. Угу, редкость. И колонка. Можно ручки помыть. Давайте. Сильнее там. Есть, есть, есть. Там только сильно нужно нажимать. Вот. Не успела. Давай, я нажму, а ты помочишь ручку. Чуть-чуть. Здесь очень много ос. Я очень боюсь ос, поэтому у меня сейчас... Преодоление страхов. Точно. Мы это ищем автомат. Выходим. А здесь 88 год. И епариат. Да. Нормально? Никто не устал? Ну, как тебе сказать. Я бы задовольствовала. Здесь у меня поместила. А вот 79 год. Ух ты. А, год не стоит. Ну, 79 год, наверное, и стоит. Это госту, по госту. А, по госту. Ну, вообще, орнамент другой. То есть, вполне возможно, это самый... Древний. Ну, 79, да. Там 89. Да. Собака. Ты откуда собака такая? Это, это, мы тебе не вкусненько. Это камера. Вот, и маму поймала собачка. У лица декабриста 26. А вот это старый деревянный столб. Я думаю, такой столб нигде уже невозможно встретить. И к нему все еще прицеплены провода. Он настолько старый. Он весь уже изъеден, изгрызан. Вот такой вот столб. С поддержкой бетонным. И столб уже превратился в труху. Облако-сердечко! Вообще, потрясающе! Тоже историческое здание. Это пожарная каланча. Вот оттуда мы пришли. Это знаменитый Воронежский университет. И памятник чупа-чупсу на палочке. Никитинская библиотека. Здание правительства города Воронежа. Ленин. Он у нас стоит. И в театр оперы и балета. Сейчас я покажу образование. Прикольно. Сделано из дерева. Очень прикольно. В Воронеже очень много фонтанов. Кто-то скатил шары. Каменные шары с каменных постаментов. Вот это здание, оно тоже старинное. Оно просто отреставрированное. Это сделано в стиле модерн. По-моему, единственное в Воронеже. Хотя не буду врать. Но, в общем, это здание в стиле модерн. Я уезжаю из Воронежа. И вот еду от мамы. Плюс две сумочки. Я приехала с пустым, фактически, с пустой сумкой и рюкзаком. А уезжаю с полной сумкой, набитой по уши. И вот еще две сумки, потому что не поместились в маминой гостинце. Пока-пока. Оставайся у меня на канале. Подписывайся. Ставь лайки. Делись с друзьями. И подписывайся на мой инстаграм. Все. Пока-пока.